Верующие люди, которые были в англиканской церкви которые пережили правление Генрика, потом правление Елизаветы. Там появилась довольно большая группа людей, их стали звать Пуритане. Пуритане обратились к Елизавете в начале ее царствования. Пуритане объявили, что королева Ваше Величество. В нашей церкви непорядок, потому что в нашей церкви кого только нету, тут и пьяницы, тут и беспорядочные люди, тут и уважаемые люди, тут и верующие, тут и неверующие, тут и католики, тут и протестанты. У нас смешанное совершенно богословие, у нас есть элемент протестантизма в наших статьях, у нас есть молитвенные книги, которые протестантским влиянием сотворены, но у нас совершенно католическое богослужение, и одежды, и обряды. И надо очистить церковь от католичества. Первоначальное слово Пуритане, они желали пьюр, пьюр, чистый, очистить от католичества англиканскую церковь, которая как бы протестантская. Понятно, да? Но Елизавета не вняла этим просьбам, и Пуритане решились ждать, что когда она созреет для того, чтобы всё-таки страну делать протестантской. Отношения самой Елизаветы, она дочь протестантке. И вы помните её молитвенный опыт, когда она была в заточении. И она освободила всех, кто был в тюрьме, по мотивам религиозным. То есть протестантов освободила. Но она прекрасно понимала, что она королева страны, где живут и католики, и протестанты. И она просто не имеет права отдавать предпочтение кому бы то ни было. У неё был... Всю страну хватил панический страх, когда она двигалась на них армада, и когда фактически католики будут править, а неизвестно, как население отнесётся. И Елизавета сама не была уверена, как они к ней будут относиться, если католики там прибудут. На чью сторону они встанут. В общем, это всё было под большим вопросом. Это религиозные вопросы, они всегда очень трудные. Они связаны с верой. Чек верит так. Значит, пуритане решили ждать, когда королева созреет для изменений в церкви. Но отношение королевы к церкви было такое же, как отношение её отца. То есть она себя считала ответственной за церковь. Ясно, да? И она правила как бы церковью. Поэтому она оказалась их слушать. И пуритане согласились ждать. Вы знаете, что пуритане, они фактически около сотни лет оказывали влияние на церковь и на всю жизнь в Англии. Пуританство сформировало тип англичанина. Это определённый стиль. И от того, что так долго Англия пыталась выстроить церковь, как-то определиться с этими статьями, которые были... Одни были при Эдуарде, другие были при Марии. Третьи статьи были созданы при Елизавете. В общем, может быть, поэтому Англия гораздо более, чем богословием, заинтересована, интересуется устроением церкви. Устроением церкви. И от того, что там очень много было разных направлений в церкви, сейчас мы эти посмотрим, то Англия, она смотрит вообще... Она смотрит, что хорошо, когда много направлений, и что это нормально, и что не должно быть чего-то превалирующего одного. Какая вот история. Значит, пуритане согласились ждать. Но среди пуритан была небольшая группа, меньше, чем все пуритане. Среди них была группа, которая не согласна была ждать, которая так возмущена была, что настолько отступление от Библии, а ведь и книги идут, и лютеранские книги идут, и кальвинистские книги, и все люди спорят о Писании, читают Писание. Поэтому, значит, и у них Виклиф еще давно эти переводы были, и тут Тинделл. Тинделла, ведь его казнят в 1936 году. То есть все правления Елизаветы, это уже переводы Тинделла были, мы посмотрим после обеда его историю. Ну вот. И появилась эта маленькая энергичная группа, которая отказывалась ждать и требовала неверных реформ. Эта группа просто вышла из католической церкви. Их стали называть сепаратисты. Понятно? Отделенные. Сепаратор отделяет. Вот. Их стали называть сепаратисты. Это фактически были отделенные, которые вышли из католической церкви, и они были несогласны. В чем было их главное несогласие? С тем, что крестят людей детьми, и считается, что все крещенные являются членами церкви. Поскольку правильно, все крещенные члены церкви. Но так как крестят детей, то оказываются люди совершенно неверующие членами церкви. И они выработали такой взгляд. Церковь должна состоять из тех, пожалуйста, три момента, кто, первое, сознательно, второе, посвятил себя Христу на третье служение Ему. Это все сложилось в недрах сепаратизма. И они основали бы свою церковь. Но они не сделали этого, потому что должен быть знак. Знак принятия в члены церкви. Это знак крещения. То есть речь о не таким же путем рассуждения пошли, как пошли аннабаптисты. Аннабаптисты задали вопрос. Так, месса, причастие. Кто участвует? Помните? Участвуют те, которые возрожденные, которые посвятили себя Христу, которые предали себя Ему, и которые служат Ему. И такой же логикой я не могу говорить о прямом воздействии на баптистов. В истории это трудный момент. Мы не знаем человека, который был бы набаптистом и научил бы сепаратистов так. Но иногда помогает география. Баптисты возникнут там, где раньше были скопления, где жили большинство аннабаптистов. Потом аннабаптисты исчезли тогда, когда появились сепаратисты. Не потому, что их уничтожили. Они стали, они сомкнулись с сепаратистами. Они увидели родственность этих взглядов. Сейчас опять при Лизавету. Она у нас симпатичен, такой облик ее рисуется. Но после казни Марии Стюарт, с одной стороны, она приобрела огромнейшую власть в Англии. Все увидели, вот хозяин, хозяйка. С другой стороны, начались разные такие моменты, ну террора не скажем, но проявление этой власти. В то время был Шекспир, во времена Елизаветы. Это она, именно она, запретила его театр Глобус, в общем, разорила этот театр. Именно она казнила этих сепаратистов. Один их, значит, имена их, трое было, Пенри, Гринвуд, Берроу. Самый главный руководитель Пенри. Пенри написал ей письмо. «Мадам, вы, может быть, увидите перевернутыми все основания Англии, но наше дело вы никогда не увидите подавленным, потому что оно основано на Библии. Их верования основаны были на Библии. Наше дело вы никогда... Понимаете, как? Они были повешены в 1593 году. Община распалась. Но выработанные ими идеи остались. Эти идеи все возьмутся на вооружение баптистами». Понимаете, что это близко очень касается нас с вами. А ты же, она протестантов казнила. А? Она казнила сепаратистов, протестантов, да. Вот. Я сейчас скажу вам. Я вам старался объяснить позицию цвингли в свое время, но я хотел вам объяснить позицию Елизаветы. Не вовремя все это было. И мы вообще с вами всегда не вовремя. Ну, посудите сами. Только что армада прошла. Только что заговоры. Восемь этих попыток убить ее. Только что казнили Елизавету. То есть Марию Стюарт казнили. Расправлялись опять. Папа, папа Пи, который это Пи, он сказал, что можно убить Елизавету и не отвечать перед судом. Это благое дело убить Елизавету. Она самозванка, занимает престол самозванно, потому что Анна Болейна – не настоящая жена. Католики же признавали только ту жену. Ясно вам, да? То есть на нее кругом идут угрозы. И еще тут свои собственные, подданные, они тоже тут что-то такое, какую-то церковь другую хотят. Их не устраивает государственная церковь, они хотят отдельно организовать. Вы поняли меня, да? И так-то плохо, и тяжело, и смутное время, и опасности кругом. А еще свои собственные, вот эти вот подданные, для которых она жизнь кладет. Из-под ее контроля хотели идти, да? Да. Не только из-под контроля. Они хотели вообще пойти против ее церкви, где она главою. Она же глава. Вы поняли меня, да? Да, что у каждого своя логика поведения. А те отдействовали по вот этому убеждению. Елизавета имеет свои аргументы, свою правоту, да? А эти имеют свою. И они жизнью своей заплатили вот за это. Джон Пенри, он еще оставил нам вот такие слова. Церковь – это общество тех, кого слово называет святыми. И они не только исповедуют Христа, но и живут по его заповедям. Печати завета, крещения и вечеря Господня. Мы крещение они не преподавали, хотя, видишь, уже высказано. Печати завета. Мы несовершенны. Послушайте, какие замечательные слова. Но в день явления Христа станем совершенными. Ну так? Да. Мы несовершенны. Но в день явления Христа каким-то образом, мистическим образом, передача, что Христос нам передает свою праведность и свою святость – это мистические понятия. Наш союз со Христом – это тоже мистическое понятие. Это только вера. Это духовное явление, которое ты не расстолгуешь и не объяснишь совершенно. Вот это руководитель сепаратистов Джон Пенри, мы это имя запомним. Поэтому, значит, вот здесь такой можно путь проследить. Виклиф, сепаратисты, пулитане, рядышком анабаптисты. И то и другое привело к появлению Джона Смита. Джон Смит, который прошел весь этот путь. Вот у меня здесь этот факт есть. Я сказала вам, что Пи, это был Пи-пятый папа. Он угрожал отлучением всем, кто повинуется Элизавете. Вот на таком фоне появляются сепаратисты. Я говорю, не кстати. Не понял, как это получается, что вся Англия туда отлученная получилась? Элизавету папа не признавала. Папство все время стремилось вернуть в католичество эту страну, которую Генрих VIII увел из католичества. Папство никогда не согласится с выходом других стран. Мы с вами закончим наш рассказ про реформацию 30-летней войной. 30 лет будет войны, когда католики будут стараться вернуть себе утерянные Францию, Германию, Нидерланды, вернуть в лоно католичества. Из этого будет 30 лет войны. И протестанты европейские заплатят 30-летним этим страданием за право быть протестантами. В итоге будет мир заключён, где протестанты получат равные права с католиками исповедовать свою веру. Но в этом 30-летии папа меньше правил? Ну нет, там много было. И всё равно все придерживались вот этого? Да все. А с самого начала никто не был согласен терять власть. Это же вопрос власти и денег. Потому что все государства платили десятину папе. Мы же с вами говорили. И вот потерять все эти страны. Только Ватикан платит деньги. Понимаете ли, это же тоже немыслимая вещь. Поэтому вот папа такой вот. Это во время правления Елизаветы произошла страшная вещь. Варфоломеевская ночь. Когда во Франции произошло избиение гугенотов. Это был день свадьбы в этом лагере гугенотов. Гугеноты были многочисленнейшие. Это те, для которых Кальвин написал галлиганское вероисповедание. Помните, мы говорили? Галлы, французы. Французское вероисповедание написал. Он занимался гугенотами так же, как он занимался швейцарцами. И в 1572 году произошла эта Варфоломеевская ночь. Эти беженцы хлынули в Англию. Там же только пролив этот Ла-Манши. И они в Англии. И королева Елизавета приняла этих беженцев. Я хочу вам все время указать и на достоинство ее. То есть, когда католики уничтожали протестантов, она этих протестантов пригрела, приняла. Значит, дала им, видим, где-то жить и на что жить. То есть, она приняла этих беженцев. В 1970 году папа Пи призывал к неповиновению. А в 80-м году, это все 1500, папа дал согласие на убийство королевы. То есть, прямиком призывал убить эту королеву. Вы понимаете? Поэтому, получается, в целом, правление Елизаветы, оно было благословенным. Сепаратисты бежали в Нидерланды, в Амстердам. Одна группа сепаратистов, она составит тех пилигримов, которые отправятся на Мэйфлауэр, майский цветок, на корабле, в Америку. Засилять Америку. Протестанты, пуритане, отправятся в Америку. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok